всем привет с вами июля сегодня я хочу снять видео об итогах за 2023 год итоги в этом году за 2023 год у меня очень скромные я об этом уже несколько раз говорила но год был сложный и так вот у меня сложилось это один момент а второй момент у меня было много работ в процессе которые я хотела довести до 50 процентов плюс минус я их вышивала у меня хорошие там результаты но они не завершились поэтому здесь я вам их показывать не могу не буду нет смысла здесь я хочу показать только финиш и финиш и будут как вышивка так и мое рукоделие новое увлечение я шью купила себе машинку потихоньку ее осваиваю уже мои изделия становятся все лучше и лучше качестве не потихоньку навык набирается ну конечно есть еще куда расти тем не менее покажу все что у меня на рукоделилась за 2023 год во первых хочу вам показать скатерть скатерть дорожку сейчас видите часть дорожки кому-то у меня большой я не буду бегать сейчас камерой он метр дорожка метр пятьдесят на пятьдесят сантиметров начала я ее вышивать в 2022 году и в принципе ну я в двадцать третьем году только там неделю повышевала в основном это работа 22 года но финишировалась она в двадцать третьем поэтому вот вам ее и показываю это у меня лугана 25 каунт повторюсь лугана очень сильно садится когда я делала кроила саму дорожку сначала покроила вышла потом постирала не знала что она так сильно сядет и она сильно села вот ну так уж случилось а теперь я уже знаю что вот эти основы все очень круто садятся это был мой такой первый опыт масштабно да что-то сделать прикладное дизайн здесь я брала из схемы сэмплер ков у меня есть несколько схем и вы знаете вот в этих сэмплерах сэмплер он как он клад нет не файкер сэмплер да где вот там бордюры вот эти дизайны они чудесно раскладываются на дорожки вот я взяла один элемент и одним цветом нитки его просто вышила по кругу потом захотелось мне добавить небольшой узор в технике хардангер самый самый простой тоже училась пробовала не все здесь у меня сначала было правильно и гладко но тем не менее в целом все смотрится очень гармонично здесь использовал первый раз вышивала ниточкой отдам я сперле меланж познакомила с меланжем с этой ниточкой и мне очень очень понравилось дорожка получилась замечательная я и целый год пользуюсь радуюсь нам она очень нравится я в полном восторге и поэтому я хочу продолжать такой же опыт делать что-то прикладное потому что просто картинно вышивать ну не все повесить негде а вот что-то еще украсить дом какой-то красивой подушкой дорожкой вот в таком плане мне кажется это очень практично и тоже очень интересно поверьте не скучно вышивать однообразный рисунок я когда начинала мне казалось что я точно соскучаю но вот здесь сам эффект что ты просто продвигаешься до идешь так как это сказать правильно проходишь километраж да вот чуть-чуть еще чуть-чуть еще чуть-чуть когда там только начинаешь потом дошел до половины потом нужно другую сторону очень интересно вот поэтому этот опыт он у меня в принципе положительный минус только в что дорожка сильно села но бывают и такие моменты буду теперь их учитывать вот и у меня есть также в процессе вы знаете дорожка в стиле хардангер тоже на этот же комод метр пятьдесят на пятьдесят вот но она еще не завершена я надеюсь это будет в скором времени финиш этого года вот мы и увидим в каких-то с вами текущих видео блоговые отчетные пока об итогах значит вот такая у меня дорожка завершилась дальше раз они у нас здесь лежат для декора и сразу вам покажу и закладки это закладки фирмы dimensions они продаются есть наличие мини-голд коллекция недорогие я когда их увидела я сразу подумал что надо попробовать потому что у dimensions dimensions он нас развивает у него есть такие дизайны такие небольшие вещицы которые нас чему-то учат новым стишкам каким-то новым приемом в рукоделии мне стало очень очень интересно и я их приобрела вот единственно что я сейчас думаю что нужно было бы их конечно заменить основу на равномерку я тогда об этом даже вообще не подумала вот если вы будете их покупать вышли и вышивать наверное лучше равномерку здесь у нас аида 18 аккаунта или 16 сейчас подтверждите не 14 14 аккаунта такая сливочная вот в наборе там был кусочек основы и из него как раз получались две закладки также были пришивные элементы вот такие вот интересные вещицы вот они вот закладки в принципе вышиваются достаточно быстро если не лениться вот видите такая закладочка получилась можете посмотреть поближе сам рисунок и вот так или вот с обратной стороны я закрыла просто белым фетром в инструкции не было каких-то указаний как точно нужно собирать поэтому собирала в общем-то по кому-то своему пониманию загнула там было просто написано обрежьте под край загните заклейте и все вот ну в принципе как бы я так так и сделала я не все полностью обрезала старалась как-то уплотнить основу загнула подклеила чуть-чуть вот фетром и в общем-то все она получается очень плотно такая большая закладка для книги для большого блокнота и вот такие конечно же косички накрутила приятный опыт и красивые закладки очень элегантные я довольна этим изделием попробовала что-то новенькое вот так итак мы с вами дальше продолжаем идем смотреть еще и так главная работа 2023 года это дизайн фирмы lavender and lace ангел мира как только я увидела этот дизайн я сразу поняла что это мой дизайн мне очень очень понравился заказывала с америки в общем можно сказать доставала добывала но хорошо что здесь по материалам не сильно большой разгон здесь у нас конечно использовалось очень много ниток металлика rainbow gallery бисера много но не очень много несколько пакетов было бисера много металлика не помню я еще даже до заказывала ну и конечно же основа основа здесь у меня мурана до мурана 36 каунт правильно говорю 36 32 каунт 32 каунт мурана и это от свагард вот с такими разводами я когда купила долго думала вышивать разводами или нет но с мужем мы решили что на чистом фоне будет лучше но нам так больше понравилось чтобы это было как бы внимание только на саму вышивку вышивала работа несколько этапов был у меня старт потом я на что-то переключилась и в двадцать третьем году весной ко мне пришло вдохновение и я за нее так взялась и в общем старалась шить ее ну до финиша с с некоторыми паузами были некоторые участки где я немножечко уставала особенно вот когда дошла до планеты там я запуталась у меня был такой знаете стопор потому что там большой разброс по крестикам мешанина все-таки мелкий каунт для меня уже и я там немножечко так вот приуныла переключалась то на крылья то еще на какие-то участки но потихоньку все таки я преодолела все все сложности и работа завершена по итогу пришивала бисер конечно это все знаете насколько все феерично когда ты уже дошил и остается только бисер это потрясающе давайте буду вам показывать немножечко делать увеличение потому что здесь все таки вся красота это в деталях по ключу можно было вышивать и вот этот металлик заменить просто на ниточки дмс но мне захотелось золото бриллиантов чтобы она вся переливалась поэтому я использовала все по максимуму здесь очень красивые переходы в юбках мы видим в юбке мы видим но переходы по ниткам дмс понятно и также есть здесь этот металлик здесь тоже в нем есть переходы он разноцветный кропотливо но эффект конечно потрясающий вот этот участок был очень сложный там много всего намешано но такое место знаете очень-очень насыщенная по бисеру металлику но очень получилось красиво юбка бант руки здесь посмотрите в рукавах тоже много металлика и он там цветной тоже чтобы создать вот этот переход вот здесь в одеждах много всего интересного такие красивые рукава в общем ангел очень-очень красивый вот такая красавица получилось давайте я вам еще покажу с руки потому что я не знаю как камера лучше возьмет по по увеличению где будет лучшая цветопередача покажу еще вот так все таки здесь стоит лампа поближе и может быть какие-то участки более выгодно вы сможете посмотреть все это переливается к сожалению видите она пока не оформлена я надеюсь что в этом году я все-таки смогу оформить эту миробилию еще одна у меня лежит на оформление этот год у меня такой не мало продуктивный в плане оформления очень красивая очень красивый ангел потрясающая работа очень достойная и это наверно будет моя самая самая любимая вот нужно только оформить ну что что у меня вышилась что смастерилась показываю не по порядку просто вот то что поближе и что можно сразу показать и убрать в сторонку так это у меня здесь и вышивка и и шитье все вместе был у меня такой тоже опыт мне захотелось повышевать дорожку опять же таки был у меня кусок аиды десятого каунта долго он у меня лежал я не знала куда его применить и потом увидела у нас гречанки вышивают вот в такой стилистике берут какой-то элемент и его просто дублируют ну можно взять мелкий каунт если мелкий каунт то конечно будет более плотная а я решила вот сделать что-то такое легкое крупный каунт такой вот однообразный рисунок разбавила просто цветами мне хотелось также использовать нитки пнк которых у меня очень много больше я выбрала похожие по цвету одной палитры в бобинки вот на каждый элемент у меня уходила одна бобинка у меня здесь вышивка в крестик в три нитки да в три в три ниточки и вот на один элемент у меня как раз ровно бобинка уходила единственное что вот серединка это у меня один свет и как раз мне одной бобинки этого цвета хватило на все серединки в аккурат Единственное, что я здесь как-то не очень правильно рассчитала основу. И у меня, в принципе, мог бы поместиться еще один элемент. Но как-то у меня остался больше просто край. И получилось всего их 8. А так могло бы быть их, конечно же, 10. Тоже получилось прикольно. Оформила я вот в такую дорожку. С задничек вот такой вот у меня цвета хры. Просто каунт. Не знаю, внутри есть уплотнитель. Наверное, нужно было сделать хоть какую-то стежку простую. Как-то сделать, простегать. Ну, в принципе, она такая плотная основа держит и без стежки. Если нужно будет. Но я не думаю, что мне потребуется стежка. Хотя я просто не знаю, как правильнее. Поэтому я с вами этот момент проговариваю. Я смотрела много видео. Кто-то делает без стежки тоже хорошо. Кто-то делает со стежкой. Может быть, и так, и так тоже правильно. Вот эта дорожка у меня на моем рабочем столе обычно лежит. Украшает стол. Практичная вещь получилась. В общем, я тоже довольна своим результатом. И дошила, и сшила. На начало года у меня было вышито, по-моему, вот три или три с половиной, или три элемента. И в 23-м году я дошила все эти элементы. Ну, достаточно быстро они вышиваются. И собрала силами и сшила. Сшить, конечно, настроиться на шитье непросто. Девочки знают, кто шьет. Но вот получилась у меня такая дорожка. Замечательное изделие. Я очень рада, что я смогла и осилила. Так, идем дальше. Давайте, наверное, уже ближе к вышивке. Так, поближе к вышивке передвигаемся. В начале 23-го года я выполняла вот такой вот красивый, как его сказать, зигугу, наверное, называется правильно, если по сборке смотреть. Это набор Mill Hill. У них целая серия вот таких вот красивых зигугу с подвесами, с различной стилистикой. Я попробовала. Мне очень понравилось, скажу вам честно. В планах у меня есть потихонечку их покупать и вот еще шить и собирать. Они вышиваются, собираются за один день. Очень быстро, очень интересно. Здесь такие красивые используются биконусы. Вот такая елочка. С обратной стороны. Вот так. И вот такой подвес. Очень милая вещица. Практически целый год висит. Мне она нравится. Поэтому я хочу в разной стилистике еще купить. Я не знаю, есть у них не новогодние. По-моему, все только новогодние. Но все равно они замечательные, прикольные. Хорошо я так еще набила. Просто супер. Вот такой маленький финиш. Дальше. Финиш маленький, но удаленький. Здесь, конечно, мне пришлось постараться. Пришлось мне, конечно, здесь потрудиться, помучиться. Это дизайн с Тони Крик. Хоум, свит, хоум. Так. Как-то нужно вот так вот поместить. Дизайн с Тони Крик. Хоум, свит, хоум. Здесь я покупала схему. Вышивала на... Это у нас лен, по-моему, соответствует 16-му каунту. Если я не ошибаюсь, сейчас уже, конечно, не вспомню. Если будет какая-то информация, буду подписывать. В чем здесь сложное? Здесь много цветов. По-моему, около 70. Еще тут ниточки ручного крошения. По-моему, две использовалось. И какие-то шармики. Но шармики я уже не покупала, потому что это уже too much. Вот. Очень получается дорогая сборка. Но так как у меня нитки, в принципе, все есть, то я смогла собрать. А если все покупать с нуля, ну, это будет 100 евро только схема, нитки и основа. Ну, такая комплектация очень, получается, дорогая. И сам процесс для меня шел, конечно, непросто. Я помню, что я даже в СПФ подписалась, начала вышивать. И потом, когда я наелась этих одиночек, я просто, знаете, в обморок упала. И отложила этот дизайн. Ну, никак я не могла к нему приступить. И продолжить вышивать. Это настолько было мучительно, по нескольку крестиков вышивать. Мне хотелось тогда чего-то другого. Ну, в смысле, быстрого продвижения. И, в общем, процесс отложился на несколько лет. Вот в 23-м году я себя взяла в руки, думаю, нужно завершить. И тоже у меня так тяжело шел, так медленно я его вышивала. Вот, поэтому, как бы, еще один момент, почему у меня где-то каких-то процессов меньше вышилось. Потому что я вот с ним боролась. Тут и бексичи, и вот эти вот все. Они не одиночки, мелкими грубками по два, по три крестика. Но это же нужно пережить. В общем, потихонечку я его вышила. Дизайн, конечно, в целом смотрится великолепно. Молодцы. Но я хочу сказать, что есть дизайнеры, которые делают с меньшим количеством цветов. И совсем не хуже, даже можно сказать, и лучшая проработка. Просто здесь я не знаю, зачем нужно было делать вот такой разгон. 70 цветов. Мне непонятно, вот честно. Красиво, конечно, все здорово, но оно того не стоит. Вот. Ну, и что делать с этой маленькой работой? Я, наверное, буду делать баннер шить к весне. Я надеюсь, я соберусь силами и сошью баннер. Баннеры я еще не шила. Кстати, буду сейчас делать заказ. В фирме Ланарта Вервака собрался у меня заказ. И закажу эти, как они называются, держатели для баннеров. У Вервака есть там хорошая коллекция. Все время забываю. Но вот в этот раз нужно не забыть и заказать эти держатели. И мне нужны, и я думаю, что и девочкам тоже они как-нибудь, когда-нибудь понадобятся. Вот. Такой вот у меня финиш случился. Много времени, сил на него ушло. Работа маленькая, но вот такая удаленькая. Так, идем мы дальше. Подсматриваю я в инстаграме. У меня есть... Есть калаш по финишам. Мне так легче. Так, ну давайте быстренько посмотрим тогда две работы, которые у меня вышились. Сшились. Работка откладывается. Так, будем чередовать и вышивку, и шить ее вам буду показывать. Итак, набор Dimensions, старенький, Staffings, по-моему, называется. Это как серия вот таких вот игрушек. Их оказывается серия, там их очень много разных таких животных, да, веселеньких. Мне попалось два. Я купила, так знаете, из-за любопытства, что это такое попробовать. Никогда не видела, не слышала. Приобрела два вот таких вот набора. Сразу у меня не сложились отношения с этим котлом, потому что у меня была большая дилемма, на чем вышивать. На родной основе, на равномерке. Конечно, девочки мне писали, бери равномерку. Но равномерки того же цвета у меня не нашлось. Был бежевый цвет, но бежевый, знаете, вот такой хорошо бежевый. И мне казалось, что будет темной. Можешь говорить, ну зачем тебе темная игрушка? Пусть будет ярко, пусть будет красиво. Ну и в принципе он прав, да, потому что цвета сразу все заиграли. Действительно, очень ярко получилось. Ну, да, конечно, я согласна. Сюда нужно чуть-чуть такой, знаете, нежно-сливочный. Ну, нету в моем запасе нежно-сливочный, проститый. Поэтому у меня вот получилась беленькая игрушка. Но, знаете, тоже мне, в принципе, очень-очень нравится. Вот, так сказать, когда я вышивала, много было сомнений. Вот, когда сшила, все замечательно. Вышивается очень быстро. Здесь частично вышивка. За пару вечеров раз-два и готова. Вот, а по сборке мне пришлось помучаться. Вот тут хорошо, девочки, что мне сказали, бери равномерку, потому что наиде так хорошо не соберешь. Я проклеила тоненьким флизелинчиком. Вот в наборе у нас шла вот такая основа. Она очень хорошая, плотная. Я ее не проклеивала. Но если был бы хлопок тонкий, я бы тоже проклеила и вторую сторону тонким флизелином. Дальше. На что нужно обратить внимание, на мой взгляд. По схеме там указано, по-моему, то ли 12, сколько-то там крестиков вниз. И вот эта линия, где там показано, что линию, ну как бэкститчер нужно прошить. Вот этот отступ, он как раз в аккурат, вот вы видите, правильно рассчитан для сборки. Вот я точно сделала по схеме отступ. И у меня как раз все очень хорошо собралось. Это сшиваем мы как сумки сшиваем, делаем простой донышко. Можно было бы здесь вот этот кусочек еще как-то проклеить, чтобы было оно поплотнее, чтобы он как бы стоял. Может быть вот эту часть можно было бы проклеить. Я когда буду делать вторую игрушку, я, наверное, попробую и сделаю вот здесь вот так. Тоненькую полосочку еще проклею, чтобы была больше такая устойчивость. Он, в принципе, у меня стоит, но так как все-таки здесь шов, некоторых таких где-нибудь не совсем ровно, он может у меня немножко завалиться. Но стоит. Дальше вот. Я потом сшивала на машинке, где-то оставляла место, зашивала руками. Такой вот классный. А, ну и фетровые крылья были. Все тоже сделала по схеме, по инструкции, просто пришила. Вот вам, пожалуйста, волшебный такой тигр. Люблю я делать некоторые такие штуки, игрушки, какие-то интересные вещи. Что-то пробовать новенькое, не просто крестик. В общем, он теперь составляет компанию моему черному коту. Но ему нужен в компанию его парный этот медведь у нас еще куплен. Поэтому вот нужно его тоже вышивать, вышивать и собирать. Вот так. Сидит там тигра. Дальше что я вам покажу? Покажу вам. Это проект года, можно сказать. Потому что я с этой работой так намучилась. Это, конечно, что-то. Так, когда вышивала? В позапрошлом году вышивала вот такой дизайн с голубком. Очень красивый дизайн. Мне очень-очень он понравился. Быстро вышивался на Лугане, по-моему. Либо на Линде, либо на Лугане 25-го каунта. И захотелось мне эту маленькую работу оформить в фартук на мою швейную машину. Дело в том, что я не хотела делать сам чехол, а хотела сделать именно фартук, чтобы любоваться этой вышивкой. Потому что оформить тоже, как бы, знаете, все думаешь, куда повесить. В рулоне жалко. И вот, как бы, нахожу такие вот решения, как мне практично можно оформить какую-то работу, чтобы она меня радовала. И эта идея мне очень понравилась, потому что машинка стоит на столе. И, в принципе, я любуюсь этой работой постоянно. Она создает мне атмосферу. Вот, значит, задумка у меня какая была? Сделать такой фартук, попробовать и пэтчворк, и оформить как раз вышивку. Но так как это была первая работа, то у меня здесь, девочки, мульон ошибок. Просто очень много. Ну, это же первое. Поэтому вы меня простите за какие-то мои огрехи. Я старалась, я училась. Выводы я сделала. Конечно, мне нужно купить какую-то книгу, чтобы по книге читать, какие-то делать шаги, учиться не просто так. Но я тут, в общем сказать, нафантазировала, подсмотрела, как делается блок птицы. Но потом не знала, как его правильно собрать. В общем, я тут хитрила, мудрила. У меня получилась вот такая вот композиция. Вот такие вот интересные блоки. Они смотрятся и сверху вниз, и снизу вверх, как угодно. Смотрятся. Тут вот елки. Вот так можно посмотреть. Здесь вот такие птицы получаются. В общем, такой получился интересный блок. Это у меня получается как задняя сторона. Можно было сделать вообще без блоков просто ткань и сделать какую-нибудь просто диагональную стежку. Но мне хотелось именно потренироваться, попробовать. Поэтому это тренировочный такой у меня, скажем, получился проект. Вот. Тут тоже делала стежку, тренировалась. Ужасная стежка получилась. Я долго тренировалась, замучилась. Думаю, все, надо делать как получится. Иначе эта работа у меня вообще забросится. Вот. Ну, поэтому я так и сделала. Ну, ладно. Я вам говорю, что это первая работа. Здесь все первое. Первый раз я делала бейку вот эту косую. Училась тоже. Сидела, не знала, как ее сделать. Эти уголки как подвернуть. Здесь все в первый раз. Поэтому тут миллион ошибок. Это у меня учебный был проект. Но, тем не менее, один из самых любимых. Потому что, в принципе, получилось очень даже симпатично. Можно и как салфетку-дорожку расстелить. Вот. Ну, и машинку закрывает. Вот. Или уже стирала. Нормально стирается. Ничего не попортилось. Все хорошо. Если на... Вот здесь у меня нет никакой стежки. Я пыталась сделать. Но ничего у меня не получилось. Из путевой стежки. Я два раза распускала. Потом думаю, не, Юля, оставь ты это дело. Нужно было хотя бы по шву пройтись. Но я тогда вот как-то не догадалась. Хотя бы вот так строчку пошел. Ну, ладно. Вот. Рассказала вам все по-честному. Все свои грехи. Все свои ошибки. С обратной стороны тоже та же ткань. Покупала метр. И она у меня вся ушла. Потому что было много этих отходов. Неправильно там что-то резала. В общем, такая история. Ну, вот такой получился фартук. В принципе, я с собой уже горда, что я делаю какие-то шаги. Учу что-то новое. И в этой технике. И хочется, конечно, еще что-то сделать. Вот в таком сочетании. Вышивка и петчворка. И что-то какое-то оформление. Поэтому я рада, что я делаю эти шаги. Пусть даже где-то с ошибками. Но вот так буду я учиться. Но я ищу книги. Ищу книги, девочки. Найду книгу. Обязательно будет мне полегче. Пока на русском я ничего такого не нашла. Не попалась. Так, вот такой у меня еще дизайн. Кстати, с этим дизайном тоже я много времени потратила. Потому что каждая деталь у меня занимала много времени. Как это сделать? Нужно посмотреть, почитать. Вот. Ну, постепенно, да? Так, идем дальше. Так, дальше покажу вам две тоже мои рукоделки. Это вышивку я делала давно. Не в 23-м году. Лежала она у меня. И тоже думала, куда бы мне ее пристроить. И пристроила вот в такую замечательную косметичку. Делала для хранения ниток. Но мне так она понравилась. Потому что здесь такое глубокое дно у меня получилось. Вот так вот я сделала. Сюда много всего помещается. И я пользуюсь и для косметики. Потому что приятно брать с собой в дорогу. Такие вот всякие красивые сумочки. И знаете, мне нужно их нашить еще очень много. Потому что я поняла, что мне хочется иметь и для косметики. Для каких-то своих деталей. Своих вещей. Каких-то не деталей, а вещей. И потом уже для вышивки. Потому что я делаю для вышивки что-то организовать. А потом начинаю вытаскивать. Не-не-не, мне нужна. Мне нужней для вышивки. Потом сошью. Вот, ну, молнию училась вшивать. Тоже. Ну, такие вот мои опыты. Эксперименты. Так, еще что у меня сшилось. Еще у меня вот такой конвертик сшился. Это нарциссы. У меня была такая красивая вышивка от рукодельных забав. Лежала, лежала. Думаю, ну куда же тебя пристроить малышку. И вот сшила такой конверт. У меня нашелся кусок ткани желтой. Я как-то наугад накупила каких-то тканей для петчворка, для рукоделия комплектами. Вот. И стараюсь из этих комплектов потихоньку что-то подбирать. Вот нашелся кусок у меня желтой. Красная молния. Мне кажется, так прикольно получилось. Ярко, солнечно. И внутри у меня шоколадная основа. Карманчиков там ничего нет. Просто конверт. Очень классный тоже получился. И под процессы, и под еще что угодно. В общем, я ими пользуюсь. И я очень рада, что наконец-то я научилась делать такие вещи. Здорово иметь в организации какие-то такие рукоделки. И еще один. Показываю прямо уже наполненный. Это мешок. Так, мешок, мешок. Шила вот совсем недавно. Я думаю, что вы еще помните этот мешок. Очень старинная вышивка. Вот такие чайки. Вышивала по заказу для выставки. Мне просили сделать хоть что-то маленькое. Просто поддержать тематику. И вышивка валялась. Ну вот куда думаешь придумать, как оформить этих птичек. И я сделала вот такой большой мешок. Слышите, да, там бисер? Это у меня для миробилий. Там у меня схемы разные собранные. Здесь у нас завязочки. Вот так. Завязочки. Здесь шармик. Он очень получился объемный. Емкий. Туда еще могут поместиться парочку схем. И для хранения схем это самый для меня лучший вариант. Потому что они все вместе. Они не мнутся. Ничего с ними не происходит. Так ровненько стоит этот мешок. И все там дизайны собраны, укомплектованы. Поэтому мне вот парочку таких еще мешков шить и для себя, и для организации тоже вот каких-то дизайнов собранных было бы здорово. В общем, все мои рукоделки мне оказались очень нужны и очень они практичны. Итак, вот такие у меня получились итоги за 2023 год. Немного, но тем не менее, есть у меня хорошие все-таки результаты, хорошие работы. Я и вышила несколько сложных дизайнов, осилила. Что-то маленькое развлечь себя, отвлечься. Также работаю с текстилем, научусь потихоньку шить. Это тоже плюс, да, что-то новое в рукоделии. Ну и, конечно же, много процессов, которые я себе поставила в план на вышивать до 50%, но они у меня пока еще не завершились. В принципе, неплохо. Надеюсь, что в следующем году будет лучше. Надеюсь также, что в этом году мне удастся оформить работы, потому что вот в этом году у меня, видите, ни одной работы не оформилось. Очень жаль. Будем надеяться на следующий, ну, на этот год, на 2024. А на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Увидимся с вами в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок